40 лет назад на взлетно-посадочной полосе аэропорта Анапа приземлился первый самолет Як-40 рейс Москва-Анапа. В 2012 году закончена реконструкция полосы аэродрома. В июне того же года начато строительство основной аварийно-спасательной станции. Быстрое и качественное строительство и реконструкцию объектов отметил Александр Фродковский. В аэропорту работает 5 лет, из них 3 года начальником пожарного расчета. У нас улучшились условия труда, с введением новых машин, у нас повысилась боевая готовность и улучшилась безопасность полетов аэропорта Анапа. Именно участки взлета и посадки самолета считаются наиболее опасными. Сигнал о внештатной ситуации поступает на пуль диспетчера. Спасательный расчет выезжает через 30 секунд. На автомобиле спасатели за 3 минуты проезжают 2,5 километра. Благодаря установке самого современного оборудования, в том числе распашных ворот, которые скорость открывания 2 секунды позволяет улучшить норматив на целых 30 секунд. Что очень важно в условиях, когда речь идет о человеческих жизнях. Ввод нового объекта позволит повысить количество выполняемых рейсов, увеличить пассажиропоток. Новое здание аварийно-спасательной станции – еще один этап модернизации аэропорта. На будущее мы обязательно это будем развивать. В целевой федеральной программе остался ремонт старого перона. Мы его тоже будем ремонтировать. Удлинение полосы. И кроме этого, самым главным – это строительство нового вокзального комплекса. Проектирование этого вокзала уже практически заканчивается. Дальше государственная экспертиза. Начало строительства запланировано на конец этого года. За первый квартал 2014-го аэропорт Анапа уже увеличил пассажиропоток на 25%, более чем на 51 тысячу человек. Сегодня Международный аэропорт Анапа обслуживает более 32 авиакомпаний по 45 направлениям.